Здравствуйте! В эфире Нереальная политика. С вами, как всегда, Андрей Иванович Колесников, ятина Канделаки и сегодняшняя наша очаровательная гостья, одна из самых красивых звезд Отечественной эстрады, Наталья Подольская. Добрый вечер. Мы для него сделали, вот мы с вами, россияне, после того, сколько денег в условных единицах мы ему перечислили, туда-туда все в Беларуси, все идет и идет, после всего этого он едет на сами восточное партнерство. Более того, этот человек сейчас вроде бы серьезно обдумывает идею, чтобы восстановить границу между Россией и Белоруссией. Мне кажется, что он обнаглел. Это бунт в центре государства? Подождите, мы же живем в одном государстве, которое называется Белоруссия-Россия, союзное государство. То есть получается, что он собирается устанавливать что? Граница в одном и том же государстве? На самом деле, так слабо в это верится, не представляю, потому что я уроженка Белоруссии. Я очень часто езжу, там живет моя мама в городе Могилеве, моя мама, старшая сестра, брат. И мы с сестрой, с моей двойняшкой, часто садимся в машину и едем в Белоруссию. И граница, естественно, условная. Просто стоит пост. 22 рубля стоит пересечь территорию России и Белоруссии. И едешь спокойно, без всяких проблем, без всяких штабов, без таможни, без ничего. И это очень облегчает лично мне общение с моими родными. Поэтому я против. А где вам больше нравится? До границы с Белоруссией или после границы с Белоруссией? Тут для меня лично просто психологический аспект. Это когда едешь туда, с большей радостью пересекаешь белорусскую сторону, потому что едешь навестить родных. А когда обратно, то скорее торопишься домой. Это вам, Андрей Ваше, не понять. Это вот когда, знаете, родная сторона. Тут не как в моей политике. Здесь как дома. И там дома, и здесь дома. Я вот честно вам скажу, я хочу, чтобы вы сегодня мне лично рассказали, потому что я в Белоруссии никогда не была. Мои друзья, которые там были, они мне говорят, ты ничего не понимаешь. Лукашенко великий политик. Чистота, порядок, гаишники взяток не берут. Подождите, так это значит, что Лукашенко великий хозяйственный? Я не знаю, я сейчас вас спрашиваю. Подождите, я вас спрашиваю. В магазинах все есть, все свое, шикарное. Вообще, вот как не страшно ходить по улицам даже в три часа ночи. Знаешь, вот очень спорный вопрос. С одной стороны, люди, которые туда приезжают в гости, они действительно удивляются, их это поражает. Но, вот допустим, моя подруга Оля Осипенко, с которой мы учились вместе в школе, она стала впоследствии модельером. И вот сейчас она очень рада, она открыла белорусскую свою фирму, и она шьет. И в Белоруссии же такие есть законы, что белорусского производителя почет ему и дорога, везде ему зеленый свет. И во все магазины, вот столько-то процентов должно быть твоего белорусского. Она этому рада. Но материалы она должна использовать тоже только белорусские. То есть об Италии забудьте, белорусский модельер. А вот это уже ей не очень нравится. А это не очень нравится. Потому почему должны ставить в рамки? Это модельер, это творческая профессия. Нет, подожди. И так во всем. А потому, потому что Александр Георгиевич Лукашенко, это политик, который думает о благе своего народа. Политик, который отстаивает интересы своего народа. Почему не отстаивает человеку выбор? Потому что без работы останутся те, кто эту ткань производит в Белоруссии. Это такое жесткое навязывание. После того, что вы сказали, можно подходит, что Белоруссия имеет торговые отношения самые большие с Россией. Ну не знаю, там с Венесуэлой, если я не ошибаюсь, там и с Ираном, там и может еще с одной-двумя странами. У Белоруссии нет торговых отношений со всем миром, за исключением тех стран, которые я перечислила. Поэтому итальянские ткани она не может получить не потому, что она хочет, и ей кто-то не дает, и Лукашенко ей приказывает покупать белорусское. Потому что они просто к вам не импортируются. Импорта нет. Да, они импортируются, я уверен, потому что там высокие вознепошни, такие же, как у нас, допустим, на автомобиле, на импортные, конечно. Ну то есть вы считаете, что это хорошо? То есть это хорошо, оставим модельера в покое. Вот хорошо, у нас на передаче кто-то стал руки поднимать. Это блестяще. Это моя, да. Вот для меня это прекрасно, то, что в Беларуси есть такой закон для всех радиостанций, что сейчас могу точно не сказать, сколько процентов, но где-то около 80% всей музыки, которая играется на радио, должны быть белорусские исполнители. Белорусские исполнители или белорусские песни? Белорусские исполнители. Нет, не песни на белорусском море. Для вас, конечно, это хорошо. А белорусские исполнители, так как вот я белорусская... Вот Вадим Галыгин, если сейчас принесет свою песню, то есть его обязательно поставят? И да, но радищики, люди, которые работают на радио и слушатели, они мучаются, они хотят слушать разную музыку. А вас что, только я просто кроме вас, Вадима Галыгина, больше никого не знаю. Это потому что мы здесь, в России, а в Беларуси огромное количество, конечно, молодых. Еще разный, конечно. Дима Колдун и его брат, он тоже поет. Себры, Верасы, Песниров, только три состава. И обязательно вот такой закон. На самом деле, это о многом говорит про Александр Григорьевич Лукашин, конечно. Это говорит о том, что все-таки это очень коварный политик. Потому что, когда надо, он говорит о том, что у нас есть, например, союзное государство, Россия и Белоруссия. И в соответствии вот с этим утверждением, например, должны быть песни не только белорусские, но и российские. Но когда надо ему, он говорит про то, что у нас есть союзное государство, а когда не надо, только белорусские исполнители у нас. Вот в чем дело. Ну, видишь, только да не только. Он, как это объясняет, видимо, объясняется это тем, чтобы людям прививать, слово забыла, патриотизм. Патриотизм, да, чтобы вырабатывать в них вот это чувство собственного национальности такого-то, что мы можем. Знаешь, он сейчас поехал на восточное партнерство. Если патриотизм и если 80% белорусское, 20% российское, то какое восточное партнерство? Если будет восточное партнерство, то 50% будет западной музыки, между прочим. Ну, так должно же все быть по-человечески. Тогда где же Майкл Джексон, где же Шакира, где же Мадонна, где же Энрике Эклесия с на худой конец? Ну, так же вот и шутят про Лукашенко, что партизанским отрядом маленькой Белоруссии один против всего света. Да, мне кажется, и эта штука, это тоже такой шантаж. Все это восточное партнерство. Мне кажется, он просто обиделся очень сильно и расстроился, и действительно переживает из-за того, что ему не дали последний раз еще 100 миллиардов рублей из России. И вот теперь появилось это восточное партнерство. А вот смотрите, это же мы так смотрим, россияне, да? Вот мы в России считаем большинство, как вы сейчас сказали, что Белоруссия существует и живет, если даже и хорошо, то исключительно за счет России. А как белорусы считают? Они с этим согласны? Не могу ответить на этот вопрос, но белорусы, вот люди, которые живут в Белоруссии, они... Вообще об этом не думают? Нет, они как-то вот стали немножко задумываться о том, что уж слишком... Усё белорусское везде. В магазинах, на улице. Очень сложно в Белоруссии индивидуальному предпринимателю существовать. То сначала обязали его, что только члены семьи могут на тебя работать, потом что-то там наоборот, я могу путаться. Но вот как-то всё время... То к одному привыкаешь, потом это всё отменяется, и другое навязывается. Нет, Наташа, Александр Григорьевич последний из магикан. То есть вот, в принципе, уже таких-то и не осталось, да, кроме Назарбаева. То есть те, которые вот вместе, там, чуть ли не с Горбачевым перешли вот этот двадораздел, и вот вместе с Ельциным, да, там, они вот поделились и подружились. И правят. Да, и правят, никого не осталось. Он один из последних. Вот вообще его реально любят, правда? Вот он реально любимый батька, там, вешают его портреты дома. Я думаю, что к нему относятся сложно. И кто-то его любит, кто-то, наверное, не любит. Любят его пенсионеры, потому что у них есть стабильная пенсия, хотя она несказанно мала, но она у них есть гарантированное как-то вот что-то там... А ты помогаешь своим? Вот реально, они могут прожить на те деньги, которые зарабатывают в Беларуси? А кем они работают? Кто они? Мама моя, директор выставочного зала, и, конечно, там как Адерплата, там действительно смешные деньги получают люди. То есть, если ты не будешь кормить из России, то ничего не будет? Ну, это будет что-то такое, прям, концы с концами. Судя по тому, что вы говорите, что его любят пенсионеры, вы его не очень любите. Я, понимаете, нахожусь в таком состоянии, когда мне вообще... Ну, я об этом не задумываюсь. Политика, это не мой конек. Я просто... Мне вообще кажется, что это неправильно, когда один человек правит так долго, вот именно правит, понимаете? А что ты в политике не понимаешь? Об этом же нет никакой демократии, может, я рассуждаю наивно, но так нельзя, мне кажется. И еще входят слухи активно, что готовят сына на смену себе. Он, наверное, правит, что... Не даром, не даром столько стран и столько республик, как-то вот 4 года, потом еще один срок, еще 4 года. Правильно я говорю? Да, правильно, а потом 6. А потом... А потом еще 6. А потом 8. Ну, и потом мы делаем поправки Конституции и какими-то становимся неприкосновенными. А есть там кто-то, вот, например, у твоего поколения, когда ты училась в школе, когда ты училась в институте, кто реально мог бы ему, вот помимо того, что мы читаем, знаем, там и слышим, вот кто реально мог бы возглавить Белоруссию и было бы не совсем плохо? Дело в том, что любая оппозиция, насколько я знаю, она как-то вот искореняется очень быстро в Белоруссии. То есть сразу исчезает. Нет, да. Вообще, а парламент чего? Да. Парламент есть. Вот ответ такой, парламент есть. А богатые есть вообще белорусские олигархи, например? Есть, наверное. Не, ну скажи честно. Я не знаю. Потому что на Украине есть. Ну, про них никто не слышал. Вот потому что там про украинских олигархов знают все. А, сомалийские пираты захватили украинский танкер? Пожалуйста, кто выкупает пинчук? Выкупает. Кто такой пинчук? Украинский олигарх. То есть это все знают. Я думаю, что есть белорусские олигархи по белорусским меркам. Ну, то есть это, если ездит на какой машине он уже олигарх? Есть иностранные машины дорогие? Есть. По-моему, в Минске даже открылся салон Порш. В Минске салон Порш? По-моему, да. Зачем? Значит, кому-то это надо. Не, ну серьезно. Мне кажется, что в Беларуси один олигарх, это не может быть двух олигархов. Второй олигарх только подрастает еще. А салон Порш для кого-то? Он вообще не стал преемником. Но дело в том, что... Для олигарха? Конечно. Конечно, вот то, как он это все делает... Или для того, кто подрастает. Александр Григорьевич, он, конечно, личность, он индивидуальность, он так мало, наверное, кто так может... С этим никто не спорит. ...себе подчинить, и он очень талантливый в этом. Но вопрос, в чем он талантливый? В подчинении, вот в руковождении, я не знаю. Да, я вот не раз сталкивался с тем, как Александр Григорьевич ведет себя на переговорах. А главное, я видел то, что происходило после этих переговоров. Как правило, в Бочаровом ручье это происходило. Российские высокопоставленные чиновники, так сказать, выходили, схватившись просто за голову и говорят, Господи, с этим человеком нереально о чем-нибудь говорится. Опять, опять. Ну, так хорошо все начиналось на этих переговорах, там, три часа назад. Господи, и опять ничего. Ну, что он делал? Ну, он обещает одно, да, как говорится, думает другое, говорит третье. А на выходе мы получаем совершенно что-то четвертое. А, подожди, а Бубашки не подписывает? Объясни мне. Акции нет. Ну как? Нет, вот насколько я, кроме... Газовый конфликт. Кроме... Нет, 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 ну что, кроме бюджета союзного государства, в котором расписано все до мелочей, а главное содержание этого союзного государства, кабинета чиновников. Но ты его видела живьем? Я его видела живьем. Разговаривала? Когда-то, я, знаешь, танцевала с ним танец медленно. Так с этого и надо было начинать. Я не помню, в каком это было году, это было... А, это было, наверное, в 2005 году. Он такой ежегодный бал обычно устраивает, по-моему, в начале января, приглашает каких-то людей, которые вот как-то отметились, там, спортсменов, артистов, актеров. И проводит такой вот на водке, сказал тост, мне пришлось пригубить рюмку водки, и мы танцевали медленный танец. Рассказывай. А вы тогда поняли, что он талантливый? Да, танцует он неплохо. Неплохо. В каком смысле? Какой-то лощеный, такой прям вот весь холеный. Прям реально холеный? Да, да, действительно. А одет дорого? Вот этого я не помню. Наверное, конечно... Ну, он был в лаковых ботинках, там, я не знаю, или нет. Не помню, этого я не помню. Между прочим, есть за что его действительно хвалить. Всегда. Субтитры сделал DimaTorzok